Музыка Мы живем в угольном бассейне, 7500 тонн угля. Газа у нас нет, воды у нас периодически не бывает, свет у нас, напряжения нет, не работают ни микроволновки. Мы живем в 21 веке, мы не можем ни микроволновки включить, ни пирожки испечь, духовки, потому что духовка не тянет. Вот и все, что я вам могу еще сказать. Ну пускай, вот вы проедете сами по поселку, вы узнаете у людей. Но ведь по телевизору говорят, что все хорошо в нашей стране. А вы пройдите, вот, вот, буквально, вот, пройдите вот до центра, вот, проедете по поселку. Ни дорог, ничего нету. Но ведь Киселев с Соловьевым же говорят другое. Почему вы, кому верить, вам или им? Девочки, расскажите, кому верить? Татьяна, ну что вы, вот, тебя устраивает наш поселок? Ни дорог, нифига. Ни дорог, ничего нету, ничего нету, понимаете, ничего. Аптеки невозможно, цены заоблачные. Или поехать в Лихую, у нас нету, у нас нету элементарно. Такси нанимаем, чтобы съездить в Лихую. Двести пятьдесят рублей машина, семь километров, автобуса нет. До Гукова три раза всего лишь ездит маршрутка, автобуса нет. У меня мать живет в Белой Калитве. Автобус ходит восемь раз с Белой Калитвы до хутора по целу. Пятнадцать километров, пятьдесят рублей билет. Здесь невозможно ни уехать, ни приехать. На работу устроиться, здесь нету, в Гуково. Работаем с восьми, маршрутки нету. Уехать после пяти часов вечера. Выходные вообще маршрутного такси едут. Не надо ни ехать, детям не нужно ни на занятия, ни в ДК свозить какой-то, на какой-то концерт, на что-то. У нас детская школа, ничего нету детям. Постройте стройплощадку для вот таких. Качелька и песок высыпали. Все, они сделали. Замечательно. А кто виноват, как вы думаете? Откуда я знаю, кто тут виноват? Тут виноватого не найдешь. Одна ушла в декрет, забрала деньги уехать. Мусорники все валяются, я не знаю. Пройдите, вот, буквально проедите по поселку. Пройдите по поселку, спросите у людей, они вам расскажут. Скоро она должна быть с таким малолетним ребенком. У нас здесь нету, ничего нету. Понимаете, нету медицинского, вообще ничего. Что было, и то забрали. Что вы посоветили, это, ну, нашему правительству хотели бы пожелать. А пусть приедут. Ко мне пускай приедут, я их посажу на недельку. Пускай печку растопят, дрова напилят или купят за 7,5 тысяч. И пусть они проживут на прожиточной имени. С ценами с нашей. Тогда они поймут? Вряд ли. Потому что перепишут на жен, на детей свое хозяйство и будут жить левыми датами. А мы будем, как мы, дочь рабочего-рабочего, дочь шахтера-шахтера, и мама на фабрике, и дочку. А мы будем, как мы, дочь шахтера-шахтера-шахтера-шахтера-шахтера-шахтера-шахтера.